Музыка Феорический концерт состоялся во Владивостоке для людей с ограниченными возможностями. Поздравить их в Международный день инвалидов приехали лучшие вокальные и хореографические коллективы Приморья. И конечно же, какой праздник без подарков. Приглашенные получили подарочные сертификаты в один из крупных магазинов бытовой техники. Мы сегодня пригласили людей с ограниченными возможностями нашего города для того, чтобы поблагодарить их за их активную жизненную позицию, за ту помощь, которую они нам оказывают в реализации многих мероприятий, которые реализуются администрацией города Владивостока. Хотелось бы пожелать им всего самого доброго, крепости духа, исполнения желаний. Поприветствовал и вручил благодарственные письма, почетные грамоты и денежные премии руководителям обществ инвалидов города вице-мэр Игорь Ткаченко. Он пожелал собравшимся неиссякаемой энергии. В городе Владивостоке реализуется программа «Доступная среда». Реализуются несколько программ по поддержке людей с ограниченными возможностями. И я думаю, что самый главный критерий нашей работы – это то, что данная деятельность осуществляется совместно с вами, совместно с организациями, представляющими людей с ограниченными возможностями. Сегодня не все знают, как правильно вести себя с людьми с ограниченными возможностями, поэтому в настоящее время во Владивостоке проходят бесплатные семинары в рамках программы «Доступная среда». Здесь обсуждают, как создать комфортные условия для маломобильных граждан, а бизнесменов и представителей госучреждений знакомят с нормативно-правовой базой, рассказывают об ответственности, которые они несут по созданию нужных условий для людей с ограниченными возможностями. Помимо теоретических занятий пройдут практические занятия, которые будут показывать сами люди с ограниченными возможностями здоровья. Они непосредственно сами покажут, как необходимо их встретить, как правильно проводить, как лучше преподнести для них ту или иную информацию, за которую они пришли в соответствующую структуру. Проблема инвалидов, их адаптация в обществе является актуальной и серьезной. Важно понимать, что эти люди – такие же полноправные члены общества. Однако им в большей мере нужна помощь и поддержка. И программа «Мы вместе», которая проходит в эти дни во Владивостоке, призвана стереть социальные преграды и барьеры в общении. Олег Завьялов, Дарья Верединко, Новости на Восьмом.